привет народ привет youtube Глафира Абрамовна в телезефирах давящим с вами готовили думляму по разному называют тот же принцип парения сегодня хорошо мне пользователь телеграмма Елена Елена Леночка привет тебе напомнила о хашламе и абсолютно забыла что это такое с едят хотя раньше я делала и довольно таки часто хашлама делается на основе мяса конечно же это или говядина или баранина ну в крайнем случае курица филе куриное тогда когда готовится будет меньше а вчера приехала подруга из Азербайджана она там путешествовала и привезла мне очень интересные специи смотрите бутоны роз буду смотреть для чего это ей богу не знаю тут ничего не написано как и что 15 штук у меня есть кстати листочки барбарис сушеный но это для плова и для мяса придает куски слинки прекрасная просто вещь и сумах вот сегодня сумах обязательно буду использовать хотя пластическая хашлама туда не кладется никаких специй но я положу немного сумаха обязательно на мясо ну вы это впрочем увидите потом это надо будет куда-то пересыпать это емкость так все знаете качественно запаковано еще она не привезла озер чай настоящий догма чай догма цай буду читать на русском по-моему ни слова да на русском нет ни слова я очень люблю чай разный как вы уже поняли сумах открыли потихонечку ой понюхайте как пахнет пахнет очень свежий пахнет кисленьким таким кто не знает это гранат сушеный повышать гемоглобин ну так называемый гранат первый слой как же думли меф со слоями хашлама это помидор и пока я буду с вами готовить спасибо что остаетесь во вчерашнем стриме лена хэппи выставилась про боль как человек с хроническим болевым синдромом могу вас уверить что нет ничего хуже чем боль терпеть боль терпеть нельзя ни в коем случае потому что это во первых приводит такому ужасному явлению как сердечное нарушение сердечного ритма сердечного сердечного ритма нарушения я что-то я заговариваю стала вся проблема в том что организм у нас очень хитрый знаете он настолько продуман в своих действиях что у него есть как бы защитные реакции если есть какой-то неполадок то нейроны через головной мозг посредством передачи синапса и определенных нейронов они дают сигнал со мной не все в порядке остановись нет терпи боль прими что-то обезболивающее лена говорит ей не надо во вторых боль она узнаете приводит к такому я бы сказала депрессивному состоянию вот именно в классической депрессии тебе ничего не хочется тебе никуда не надо тебя не интересует то что происходит с близкими ты не увлекаешься ничем ты просто тупо лежишь и слушай свой организм вот это самое ужасное состояние к сожалению она у меня такое что не бывает один только выход это пить антидепрессанты и помогать организму справляться с болью другого выхода просто нет это я мясо опять от жил обрабатываю и вот описанное состояние лены в романе там который она пишет или рассказ это или повесть или новелла о хейтерах что там она лежит и ничего не хочется это не последствия хитр это боль как-то я утверждал что боль у нее там не такая сильная но как не сильно если разрушен сустав если там четвертая степень коксатроза то конечно же это очень больно любое движение какое-то неправильно сделанное любое поднятие тяжести даже 3 килограмма 4 килограмма тут же зовется отсроченной болью в спине в суставах в мышцах организм дайте он как вот стрела уже такой настроен на то что будет больно поэтому обязательно надо обращаться врачам которые помогают справиться с болью у меня вот этот врач паллиативный который уволился недавно врач паллиативный который будет помогать подбирать лекарства лечащие не только болевой синдром но и проявление депрессии появление бессонницы из-за боли лена посетала на то что не худеется я понимаю потому что хочется вот эту боль как бы заглушить чем-то другим перейти с одной зависимости на другой хочется заесть но еще и ночной образ жизни способствует тому что колена набирает вес до тех пор пока она будет торчать сети до 4 до 5 утра нечего ждать сброса веса нормализовать но уж про то что там все с сахаром и так далее блинчики с пачками я промолчу скромно я правда тоже этим страдала но случилось так что все хватит натерпелись и с другой стороны одновременно надо через боль все делать обязательно физические упражнения как бы не было страшно так бы не было тяжело вы знаете на моих глазах погибло столько людей которым говорили вставать ты можешь идти ты можешь ходить у тебя больше не будет пролежней ты будешь относительно нормальным человеком ты не будешь сидеть в коляске но люди из-за того что им было больно обрезки собаки не хотели поднимать свое извините меня пятую точку от кровати и это очень опасно потому что у меня к примеру я повезу день у меня бывают такие дни когда я целый день вижу вы не представьте как на следующий день очень тяжело вставать просто невозможно и хочется обратно как будто у тебя в одном месте уже магнит который тебя тянет тянет в эту кровать не терпите боль нельзя терпеть а уж тем более заедать боль приносить себе удовольствие в каком-то другом месте я прям прошу ленка эти остановиться потому что набрать вес очень легко а вот сбросить тем более нет но там преддиабет нет каких-то нарушений работе щитовидной железы как она говорит что вроде бы на гормональном фоне все нормально тем более что тогда уж вести себя полукольцами соответственно можно кольцами лука можно много я не буду много класть я сейчас попростаюсь камеру перенаправить вот так вот очки вот так очки и очень опасно когда человек говорит о том что у него все хорошо у него все замечательно болеть надо признавать надо понимать что ты болеешь что да у тебя есть проблемы да тебе надо с этим жить потому что сделав операцию не факт что сразу все пройдет не факт что у человека появится силы бежать плюс наркоз плюс вот эта вся обстановка страхи с нашей фобии того что завтра мы не встанем не дай бог а такое тоже бывает я вам расскажу печальную историю опять же из истории жизни больных так как опыт меня лежание с больными большой на помидоры я укладываю часть мяса у меня будет несколько слоев вот на этом этапе надо чуть-чуть посолить чуть-чуть и тот самый сумах немножечко не надо перебарщивать сумах я очень люблю дальше после этого пойдет у меня перец где у меня прибор главный прибор так вот лежала я в питерской больнице я уже несколько раз об этом рассказывала со мной лежала валентина из петрозаводска смотрю у человека вид такого пьющая женщина я не могу пить ребят у меня несовместимое лекарство с алкоголем мне сразу будет приступ сердечный и так там разговорились она уже успела и отсидеть успела побывать в местах не столь отдаленных где и кстати обнаружили что у нее туберкулез у нее болел часто спина спина болела а лучшим лекарством для спины как оказалось стала водка говорит у меня болит спина я пошла приняла рюмочку мне полегче она уже осознавала что она зависимая была я приму вроде как мне вообще хорошо ну и так рюмка за рюмкой потом пришлось говорит украсть денег не было украсть поймали посадили и вот как раз в тюрьме то и обнаружилось что у нее помимо обычного туберкулеза в закрытой форме еще и костный туберкулез потому что ножки отказали все она ходить не может в тюрьме это было в колонии 3 что ли 4 года ей дали ну что-то такое приезжала дочка ее она говорит твои друзьяки тебя уже все похоронили уже поминки по тебе справили все говорит у Алифи нет дочка хорошая внучок они приезжали ее забирать уже ее на ножки поставили все она уже ходить начала но вот к чему привело то что человек не обращался за медицинской помощью я понимаю что это случай неординатный не факт что у всех так но есть случаи когда человек неосознанно от боли заканчивает жизнь самоубийством тут был недавно лет пять наверно скандал может быть года четыре назад может быть кто-то помнит этот скандал как какой-то военный крупный чиновник никак не мог получить обезболивающие лекарства у него была онкология и он покончил жизнь самоубийством выстрел в себе то ли в ногу то ли в голову то ли в шею то есть куда-то вот у жизненно важные органы его не спасли и сделал он это бессознательно потому что он не мог терпеть боль и с тех пор проблем в получении обезболивающего никакого никаких не испытываешь вообще приходишь в поликлинику любое время я пришла мне даже терапевт говорит пойдем китару сделаем я говорю да ладно я додому сейчас дойду все сделаю сама людей беспокоит там очередь еще в очереди сидеть она ну смотри как ты это дойдешь потом я говорю да дойду я потихонечку меня сон встретила мы потихонечку дошли с ней но факт в том что когда у тебя болит какие селины какие там мечты мечты где ваши сладости прекрасный аромат нет ни о чем даже и не думаешь правда ребят поэтому то ли человек лукавит то ли вот терпит до последнего уже но так нельзя помимо нарушения сердечной деятельности происходит серьезное нарушение мозговой деятельности вот эти быстрее я выкину хотя одно время я даже сушила так надо порубить кто не любит кинзу не кладите потому что не надо мучить себя нарушение мозговой деятельности в том что исчезает концентрация внимания помните стихотворение про человека рассеянного человека жил на улице бассейна человек рассеянный вместо шляпы на ходу за сковороду так вот тоже начинается проявляться рассеянность на эмоциональном плане постоянно слезы постоянно хочется кому-то пожаловаться кому-то сказать что вот как я себя чувствую почему я себя так чувствую но тот человек который не испытывает хронических болей он не поймет поверьте мне это надо просто сочувствие проявлять проявляет тот истинное сочувствие сам это переживал нелегко сразу вам скажу нелегко потом вся эта ленина бравада перец по поводу того что у меня все хорошо я лично не не верю что все хорошо да очень хочется там все время но я думаю что самое главное это сейчас решить проблему с операцией вот это надо уж потом все остальное даже если это на это придется потратить достаточное количество времени копить жаркие деньги выбирать время нельзя оставаться с болью и чем дальше сустав разрушен тем он будет разрушаться веселее я вам привела примеры что боль это ничего хорошего не принесет постарайтесь если у вас тоже есть такие проблемы как у меня найти хорошего доктора который вам подскажет какие препараты принимать не бросайтесь сразу принимать серьезные препараты побудьте на простых и обязательно нужна физическая активность без этого но никак даже если хочешь снова помидор то есть у меня получается такая конструкция снова томат помидор мы тут с подругой отметили для себя что в разных регионах говорят по-разному у кого говорят томаты это нормально у кого говорят помидоры это нормально у кого говорят и так и так правильно конечно томаты все это нелегко все это дается сложно я понимаю но надо осознавать что организм требует помощи он прям буквально кричит об этом помоги мне сделаю что-нибудь лук специи специи господи смах сейчас положим и накроем все перцами получается у нас тут два слоя хорошо два слоя мой уже вообще такой запах обалденный так соль солью особо не не хулиганьте потому что соль задерживает воду и вообще ведет к тому что образуется остло фиты я совсем камера сползла еще раз с ума поэтому любите себя берегите себя не поддавайтесь на провокации организм и на уговоры да ты что с ума сошла там пить такие-то лекарства надо иногда надо поверьте мне вот особенно сейчас переходный период конечно это ведет влечет за собой некоторые ограничения деятельности нельзя за руль садиться нельзя никаких алкогольных даже коктейлей простых ничего нельзя но тут уж выбираешь потому что алкоголь не спасает от боли спасает только специальные препараты я не могу их называть вслух но если в личку напишите я вам скажу что можно принимать обострений на самом опыте давайте так скажем про феновые группы да что же у меня тут совсем все сползло боже ж ты мой не обижайтесь дорогие жители кавказа я просто вас очень люблю мы раньше жили сюда на юге в семье минус ян это были вообще лучшие времена для отдыха и прекрасный опыт общения сколько тонкостей узнал я за это время вы не представляете вот и все вот такой у вас получается синий букет никакой воды никаких бульонов никаких томатных соусов ничего только вот лишь овощи под паром ставлю на огонь закрываю крышкой пока разогреваю а потом уменьшаю а мы с вами встретимся когда закончится процесс парения все будет у нас в готовом виде знаете что я же плохого не посоветую ну что ж дорогие друзья коллеги все готово два с половиной часа даже 2 часа 40 минут и вот это великолепное армянское блюдо под названием хашлама 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 готово беру сальвину тарелочку тарелочку показываю вам как вышло ну наверно покажу кутятница смотрите о боже аромат обалденный за счет того что кинза и овощи конечно берем зачерпываем снизу я прям таки вовремя выключила то есть хотите насладиться мясом его натуральным вкусом включите тут ни капли масла вот так это получается мясо абсолютно мягкое чуть-чуть покур знаете у него оттенок розовый за счет сумаха но это же и придаст некоторую кислинку смотрите как мясо пропарилось овощи приготовились конечно же за два часа то так что имеет место быть аромат понихать как пахнет просто великолепно спасибо большое еще раз за напоминание леночки очень приятно я даже боюсь что я пойду за второй порцией потому что пахнет востоком кавказом все что я люблю готовьте пока перцы пока томаты можно это делать в более большом количестве уменьшить мясо я думаю что не возбраняется туда заложить и цветную капусту например или просто белокочанную чеснок кто любит вот в таком сочетании я говядину больше люблю натуральную ну все я пошла ужинать еще раз всем приятного аппетита кто это делает с нами пока пока Клафера Абрамовна плохого не посоветуют чмоки чмоки в обе щеки не посоветует что